Всем привет, ребята! Вы на канале Пес и Хом, и сегодня мы говорим о кормлении хорьков. Хорьков можно кормить сухими кормами и натуральной пищей. Я выбрал сухой корм, почему, расскажу в конце. И если с сухим кормом все достаточно нелегко, просто покупаешь его, насыпаешь в миску и хорек просто это ест, то с натуральной пищей все немного сложнее. Какую пищу давать, в каких пропорциях, на сколько ее хватит, какая цена. Именно поэтому я решил записать сегодня это видео и рассказать вам, как кормить хорьков натуральной пищей. В интернете есть много рецептов, но лично я не могу быть на 100% уверенным, что они подходят для хорьков. Поэтому я пообщался с одним заводчиком хорьков, и он мне прислал фотографию с рецептом фрешекашки для хорьков, которым он кормит своих хорьков. Итак, рецепт фрешекашки для хорьков. Основа курица целиком. Желательно прокрутить или нарезать с костями 5 кг. Кожа с нее берется в маленьком количестве, не более 100 г и мелко режется. Перепелка 1 кг. Индейка в филе с бедра или кролик 1 кг. Говядина вырезка 500 г. Шеи куриные перепелиные 1 кг. Заводчик пишет, что он добавляет кальмара, мидии или красную рыбу в форшекашку 500 г. Но можно взять индейку побольше или той же говядины. В больших количествах рыба дает специфический запах от лотка. Сердечки куриные или индюшачьи 500 г. Печень индейка или курица 500 г. Желудочки куриные 500 г. Каша льняная, но заводчик пишет, что он ее не добавляет. Так как мясо подвергается длительной заморозке, он добавляет смесь аминокислот и витаминов. Есть разные фирмы, можно выбрать что-то свое. В этой форшекашке используется, и тут перечисление марок, чектоник, политекс, фософора, плюс пивные дрожжи и витаминное масло. Все кроме смеси аминокислот добавляется в льняную кашу и замешивается перед дачей хорьку. Я примерно посчитал стоимость всех продуктов и у нас в городе получилось примерно 3400 рублей все эти продукты. И также я спросил на какое количество времени хватает все это форшекаши для хорьков. Заводчик ответил, что у него 2 хорька, девочки, съедают вот эту форшекашу за полтора месяца. Ну получается, что примерно 1 хорек за 3 месяца. Но он сказал, что порции надо брать поменьше, так как все-таки не рекомендовано замораживать форшекашу в холодильнике на такое большое количество времени на 3 месяца. Конечно, это очень хорошее питание для хорька, ведь очень сложно найти сухой корм идеальный для хорьков. А тут вы будете уверены в продуктах и то, что вы добавляете. Но расскажу, почему я все-таки решил отказаться от нейтральной пищи для своего хорька. Во-первых, цена. Я покупаю один из самых дорогих кормов для кошек, который подходит для хорьков. И его стоимость 420 рублей за 400 грамм. И даже учитывая тот факт, что это достаточно дорого, все равно получается дешевле, чем кормить натуральной пищей. Там получается не очень большая, поэтому цена это не главный аргумент в пользу сухого корма. Следующая причина заключается в том, что я поговорил с одним ветеринаром в нашем городе, достаточно хорошим ветеринаром. И он сказал, что не все мясо, оно как бы натуральное. То есть животных кормят кормом, пестицидами травят, чтобы они росли больше. И ты не можешь быть 100% уверен в качестве мяса. Если у вас есть рядом какая-то ферма, или вы точно уверены, что мясо свежее и хорошее, это очень хорошо. Но город у нас маленький, и к сожалению, я не могу быть 100% уверен в том, что мясо 100% экологически чистое. Следующая причина заключается в том, что, я уже повторюсь, город у нас маленький, и купить все ингредиенты для меня достаточно сложно. И плюс, эту форшекашу еще придется приготовить, и потом расфасовать по порциям, положить в морозилку и заморозить. Это тоже все место занимает, время занимает. Вот именно поэтому я решил кормить своего хорька сухим кормом. Но опять же повторюсь, если вы уверены в качестве продуктов, которых вы используете, кормить хорька натуральной пищей, потому что все-таки мне кажется, что эта пища наиболее приближенная к той пище, которую хорьки едят в дикой природе, и наиболее полезная. Ну и на этом буду заканчивать. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok